Дорогие друзья, добрый день! Мы продолжаем наши уроки по недельным главам, по беседам Любавического Рэбе. И сегодня недельная глава Балак. И на этой неделе, сегодня вечером, начинается день освобождения Рэбе Раяц из тюрьмы. 12-13 это муза, большой хасистский праздник, который говорит о том, насколько этот день был важен для всех нас, потому что Рэбе Раяц боролся за сохранение и распространение еврейства. Эта глава и эта сиха называется «Ты победишь». Шестой любавический Рэбе Раф Йосеф Исхакшнерсо рассказывал, что когда он находился в тюрьме, он решил, что вообще не будет бояться людей ГПУ, главного политического управления. Посадивших его в тюрьму не только в том, что касалось Торы и заповедей, и во всем остальном, Рэбе сказал себе, что они до него полный ноль, полный нуль. И так и вел себя на деле. В тюрьме был такой порядок, что когда арестованному передают какое-то сообщение, приходит охранник, что-то передает, он должен встать, чтобы услышать его, показывать тем самым, что он находится под властью тюремщиков. Первый тамуза, в 11 часов дня, Рэбе, это был 1927 год, да? Рэбе еще был посреди молитвы, и в те дни он молился очень продолжительно. Вдруг зашли охранники, приказали ему встать, но поскольку Рэбе решил для себя, что они полный нуль, то он остался сидеть, как будто ничего не произошло. Когда охранники это увидели, они повторили свой приказ уже с угрозой. Если ты не повинуешься, и забьем тебя. Рэбе отреагировал равнодушно. Ну и что? Они выполнили свою угрозу и ушли. То есть они его побили. После этого в камеру зашла вторая группа охранников. Среди них был Лулов, еврей из хасидской семьи, который, к сожалению, сошел с истинного пути и даже принимал участие в аресте Рэбе. Он спросил Рэбе, Рэбе, зачем вы связываетесь с охранниками? Они ведь пришли сообщить вам об облегчении наказания, и когда они приказывают встать, вы должны встать. Рэбе никак не отреагировал. И тогда Лулов добавил, они же забьют вас. Но и на это тоже Рэбе не отреагировал. Они избили его еще раз и ушли. Один из них сильно стукнул Рэбе под подбородок. И Рэбе еще долго страдал от боли в этом месте. И в третий раз, когда они ушли, Рэбе не встал и не сдвинулся с места. То есть он показал, что он не боится, совершенно стойко. Такого не было. Все боязи и вся суть была этой власти в том, чтобы нанести страх на людей, чтобы они боялись и под страхом делали то, что от них требует. Тогда они снова избили его. В третий раз. Один из тюремщиков, еврей по фамилии Ковалев. Когда бил Рэбе, орал ему на идаш. Мы тебя научим ему разуму. Рэбе ответил ему. Посмотрим, кто кого. Через некоторое время охранники вошли в камеру Рэбе и сообщили ему, что смертный приговор заменен ссылкой в Кострому на три года. То есть Рэбе показал очень-очень большую стойкость. Он совершенно бесстрашен был. Когда ему подходили, ему пистолет ставили на голову вот так. Пытались его устрашить. Он делал вид, что с ним ничего не происходит. Он сказал, эту игрушку боятся те, у кого одна жизнь, один мир и двое богов, несколько богов. А у меня, у нас, Рэбе сказал, один бог и два мира. Этот и будущий мир. Мне ничего не страшно. При этом они поинтересовались, в каком вагоне Рэбе хочет ехать. А, они, значит, его сказали, что в Кострому, да? Они сказали ему, что мы тебя освобождаем. Смертный приговор отменяется. Это было большое чудо. Невероятное чудо. И мы тебя отправляем в ссылку в Кострому на три года. И спросили, в каком он хочет ехать в вагоне. Рэбе ответил, в международном. Это был в то время самый дорогой вид транспорта. Самый бизнес first class, первый класс. Предназначенный для важных чиновников и иностранных лиц. Когда спросили, откуда у него есть деньги, чтобы оплатить такой дорогой билет. Он ответил, что пусть возьмут из денег, конфискованных у него при аресте. То есть, Рэбе делали, когда его сажали в тюрьму, обыск. У него забрали все, что было. Забрали деньги. Сказали, пожалуйста, мои деньги оплатите. Чиновники согласились. Но на такой договор сообщили, что в два часа дня Рэбе будет освобожден из тюрьмы. Ему дадут шесть часов на сборы. То есть, до восьми часов вечера. С родными навстречу. А затем он сядет на поезд. Поскольку дело происходило в четверг, Рэбе спросил, когда поезд должен приехать в Кострому. Ему ответили, что в субботу. В шаббат я не поеду ни в коем случае, сказал Рэбе. И на самом деле остался в тюрьме до воскресенья. То есть, его там били, его там мог погибнуть. Он сказал, я не поеду. И он остался в тюрьме еще лишние дни до воскресенья. Только чтобы не хотеться в шаббат. Третьего Томуза он вернулся домой, а потом поехал в Кострому. Тем временем в Кострому прибыл хасид, Рэбе, Раф Михоэль Дворкин. И начал разворачивать деятельность по распространению Торы. Что он начал делать? Он нашел там несколько еврейских детей. Открыл там тхейдер. В то место, куда Рэбе ехал. Чтобы подготовить. Подчинил и подготовил к использованию старую микву, которая существовала в Костроме. И так далее. То есть, если задуматься над этой историей, можно увидеть удивительную вещь. Та деятельность, за которую Рэбе арестовали и приговорили к смертной казни. Его хотели казнить. И только благодаря большим усилиям со стороны многих людей приговор был заменен на ссылку к Кострому. Эту самую деятельность Рэбе продолжает сразу же после выхода из тюрьмы. Он еще не приехал туда. Уже поехал хасид и его опять делать то же самое. Готовить хэдер, чтобы митцы вы исполнялись. И более того, еще прежде, чем он сам прибывает к Кострому, послал вперед преподавать землю Гошин. Посылает посланца открыть хэдер и микву для общины. Помните, как наш братец Яков, перед тем, как он пришел в Египет к Йосифу, что он сделал? Он попросил Иуду, по-моему, да, он попросил Иуду и сказал, Иуда, сделай Ешифу. И я тогда приеду туда, чтобы там уже была Ешифа в этом месте. Эта история служит нам большим уроком. Когда еврей твердо решает в душе, что все внешние помехи и препятствия для него полны нуль. Что он ничего не боится. И это принимает решение со всей силой настолько, и принимает он это решение с такой силой, что даже если его трижды избивают, а три это уже хазака, то есть устойчивая реальность, его решение не меняется. То это действует настолько, что другой еврей, даже находящийся на таком низком уровне, как Лулов, ощущает, что понятие еврейство, хасидизм, рэбе, незыблемое. До такой степени, что он сам, не замечая, вращается к Равушной Эрсону, рэбе, да. Он с ним разговаривал, он пришел его арестовывать, пришел его бить, и он ему говорит, рэбе, в этот момент. Салмуж отошел от еврейства, но увидел рэбе и кричит ему, рэбе. Посредством этой твердой решимости мы побеждаем противостоящие нам силы. Сверхъестественным образом, причем не только в целом, но и во всех, даже в тростепенных деталях. Или, как это говорится языком хасидизма, совершенство не только по сути, но и во всех проявлениях. Бэ и паштуд. Итак, значит, нам показал наш рэбе, предыдущий рэбе, насколько надо быть стойким и ничего не бояться, когда мы выполняем волю Всевышнего, когда мы делаем свои дела, когда мы носим кипуо на улице, цицит, когда мы шабы соблюдаем, когда мы снижу соблюдаем. Всевышний с нами, нам нечего бояться, и все преграды сами по себе исчезают на нашем пути. Хорошей недели, хорошего дня!